Что нового в феврале? Планетарная пара как раз ко дню Святого Валентина. Привет всем! Меня зовут Джейм Хьюстон Джонс и я работаю в NASA Jet Propulsion Laboratory в Посадине, штат Калифорния. Если в середине месяца вы проснетесь пораньше, то сможете увидеть Луну, проскальзывающую мимо Сатурна в юго-юго-восточной части неба незадолго до рассвета. Продолжайте наблюдение в следующие два утра и вы увидите как полумесяц огибает Меркурий прямо у линии горизонта. И это далеко не все встречи между небесными телами нашей Солнечной системы в этом месяце. Венера, богиня любви, привлекает к себе Марс, хотя их максимальное сближение и случится лишь через неделю после Дня всех влюбленных, 21 февраля. В этот день две планеты будут находиться лишь в половине градуса друг от друга, что равно ширине Луны. Даже через самые простые из сегодняшних телескопов современные астрономы смогут увидеть вещи, которые бы поразили Галилея. В 1609 году Галилей узнал об изобретении телескопа и сразу начал делать свой. В течение последующих месяцев и лет он вел наблюдения за Луной, Венерой, Марсом, Сатурном, несколькими звездными скоплениями, пятнами на Солнце и Юпитером. Февраль – лучший месяц для наблюдений за Юпитером. Он пролетает за Землей 6 февраля и виден весь месяц. Луны Юпитера танцуют тот же самый балет, который наблюдал Галилей в 1609 году. Используя современный телескоп, вы сможете увидеть, как Луны пролетают за и перед друг другом, отбрасывая свои небольшие тени на поверхность планеты. Это также отличный месяц, чтобы понаблюдать через телескоп за астероидом Юнона из главного пояса астероидов. Вы найдете его неподалеку от большого скопления звезд, известного как скопление Ясли. Больше информации вы можете найти на сайте solarsystem.nasa.gov и вы можете познакомиться со всеми проектами NASA на www.nasa.gov. Это все на этот месяц. С вами была Джейн Хьюстон-Джонс. Не забывайте подписываться, ставить лайк и делиться видео с друзьями. Субтитры подогнал «Симон»!